добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье автор обезлекального метода кроя и буквально нескольких печатных изданий которые у вас стали очень популярными и так о чем мне сегодня хочется поговорить с вами сегодня тема нашего разговора нашего вебинара если хотите это как открыть свое ателье чему надо придавать особое значение с чего можно начать что для нас будет важно что менее важно где взять деньги как разговаривать с клиентом как составить свой прескурант как в конце концов что лежит в основе вашего успешного вашей успешной работы вот об этом обо всем мне хотелось бы сегодня с вами поговорить последние наши марафоны они показали что все больше и больше в круг моих как бы последователей да слушателей читателей попадают люди шьющие то есть люди которые шьют по многу лет которые умеют это делать которым это доставляет истинную радость удовольствие наслаждение и многие из вас мечтают сделать это своей профессии свое хобби сделать свои профессии и организовать свою жизнь так чтобы это и не только радовало вас но еще и приносило какой-то доход и конечно в первую очередь возникает вопрос как же открыть свое небольшое хотя бы менее ателье конечно много проблем возникает на этом пути но сегодня я не успею охватить за короткий срок абсолютно все проблемы и поэтому мы я думаю разобьем наши нашу беседу на две встречи может быть даже на три встречи я жду от вас каких-то вопросов предложений какие темы хотелось бы вам чтобы я осветила о чем бы я рассказала более подробно так как опыт у меня есть в этом плане я с удовольствием с вами им поделюсь не только своим опытом но и моими наблюдениями о том как это все происходит в жизни и так мы приступаем значит смотрите вы хотите открыть ателье вы любите шить вы хорошо шьете у вас все получается вы хотите свое ателье первое что можно было бы допустим посоветовать на этом пути успешными получаются в финансовом плане ведь наша задача с вами не просто заниматься любимым делом и зарабатывать при этом какие-то средства к существованию да так вот всегда приносят средства всегда приносит доход и заработок так сказать сопутствующие продажи сопутствующих товар товаров что это такое это замочки это всевозможные заклепочки клепочки тесемочки и так далее то есть фурнитура которую мы используем для для пошива одежды для ремонта одежды плюс к этому ко всему это как правило дополнение к тому что люди где-то открывает небольшую точку какой-то уголочек каких-то торговых центрах еще где-то где выполняют подгонку изделия по фигурке или по-другому сказать занимаются переделками или еще раз занимаются ремонтами так вот там тенденция во всем мире такова что ателье становится настоящих ателье где вы создаете свое изделие я не говорю сознательно платье это будет блузка брюки или пальто индивидуально на каждую фигуру чаще всего везде создаются так называемые небольшие мастерские которые занимаются именно тем что укорачивают брючки ушивают какие-то юбочки жакетики платьицы и так далее занимаются подгонкой изделия на фигурке вот это тот бизнес который жил живет и будет жить всегда если вы возьмете за базу именно эту историю да дополните ее какими-то продажами фурнитуры незначительные какими-то да люди всегда будут к вам ходить они будут приходить они будут уходить и снова будут к вам возвращаться если будет им удобно рядом с местом жительства рядом с какими-то хорошими проходными местами это всегда будет востребовано это не занимает много места абсолютно вам нужен какой-то уголочек где у вас будет стоять утюжок где у вас будет стоять и верлока где у вас будет стоять машина прямо строчка но и какие-то по стенкам как правило развешанные вот эти вот товары которые может быть вы хотите сопутствующие продавать своим клиентам потому что за этим тоже потянутся за всякими нити прошивными кромочками которые много места занимают за ниточками за паутинками которые вы используете вот но это конечно для человека творчества творческого не очень-то интересно на самом деле потому что все равно хочется придумывать свое изделие и создавать свое изделие кроме всего прочего если вы откроете вот такую точку хотите вы этого или не хотите к вам обязательно подтянутся ваши клиентки которые сначала придут укоротить брючки а потом с их особенной фигуркой вы на них посмотрите они скажут вот никак не могу себе ничего купить магазине если верх хорошо низ не садится если низ хорошо то верх не подходит они могли бы вы мне шить платьице и тут начинается самое интересное что сейчас происходит нашей жизни до то что вот эти мастерицы которые прекрасно умеют ремонтировать одежду подгонять ее по фигурке на самом деле они не владеют навыками хорошего кроя они владеют навыком и шитья у них это хорошо получается и ровные строчки и обработать они видят на готовых вещах как обработаны поясочки гульфики кармашки они прекрасно могут это повторить но они не знают как сделать базовую конструкцию они не знают как выполнить моделирование и они предлагают вам иногда до абсурда доходит а выгод нам принесите выкройку мы говорит вам все сошьем ну как так можно работать это же он ну это же не хорошо это же неправильно да то есть без умения хорошего без навыков хорошего точного кроя и не просто она бы на какую фигурку когда можно взять журналы там из интернета какие-то и выкройки или из бурдомодан из того же журнала взять и потом подогнать на фигурке что тоже сейчас происходит сплошь и рядом но это тоже не тот путь который вам нужен для успеха понимаете поэтому потому что к вам пойдут девочки нестандартные они пойдут неровненькие они пойдут особенные и как правило пойдут очень полненькие а согласитесь что мало мало совершенно выкроек на полные фигуры мало выкроек которые учитывают осанку фигуры потому что осанка настолько сильно влияет на качество кроя определение на раствор нагрудной вытачки прежде всего да что кто не в теме тем даже представить это трудно трудно это представить даже тем кто в теме кто много лет этому посвятил но когда он об этом узнает одни с благодарностью принимают а другие ругают меня на чем стоит цвет и говорят что я авантюристка и говорят что я самоучка и говорят что я несу бог знает какой бред но я только улыбаюсь в ответ я не хочу вступать с ними в полемику потому что жизнь нас рассудит время нас рассудит и я считаю что прежде всего рассудили нас вы мои дорогие слушатели почитатели и ученики потому что вас идут сотни десятки сотни даже не побоюсь этого слова уже тысячи за всю мою жизнь а вот кто идет за ними я не знаю кроме того что они знают хорошо какой-то там способ кроя или мюллера или единый метод конструирования одежды но видимо чего-то еще дополнительного они не знают поэтому спорить со мной но спорить со мной не нужно нужно все пробовать на практике ни с кем вообще спорить не нужно чуточки отвлекусь потому что нужно просто-напросто послушать какого-то совета если он вам понравился пожалуйста пробуйте это на практике один раз попробуйте посмотрите работает не работает этот совет да сколько времени у вас уходит на реализацию этого совета и тогда вы сделаете свой собственный вывод а может быть и чего-то добавите своего может быть вас внезапно что-то осенит так будет у вас складываться собственно свой собственный метод и свой собственный крой так вот еще раз немножечко подытоживаем о том что мы сказали выше значит начинайте если вы совсем ничего не знаете не умеете как это все открыть как это все где взять деньги на организацию денег много тоже не надо начинайте пока с точки который будет выполняться подгонка изделия на фигурку никогда без работы вы не останетесь и никогда не останетесь вы без денег а если вы еще и будете торговать сопутствующими товарами это еще будет одна очень выгодная статья расхода покупаете оптом продаете в розницу вот вам по копеечке курочка по зернышку клюет и даже на маленьких каких-то изделиях все равно будет потихоньку все собираться ну и тем не менее мы под их подходим с вами главному нашему вопросу это как как же все-таки научиться кроить очень правильно очень точно чтобы не тратить на это никакое время да это я забегаю немножко вперед давайте еще один важный вопрос сегодня именно затронем и осветим потому что он самый главный иногда встает перед вами перед мечтателями перед теми кто уже открывает свою точку и хочет расширяться это где взять денег кажется что очень много денег нужно на то чтобы взять все эти курсы которые вас учат тому как открыть ателье как развить свой бренд и так далее они все базируются на том что нужны первоначальные взносы довольно таки большие нужно взять кредиты потом как-то кредиты эти отдавать так вот мое мнение на этот счет прямо противоположное я считаю что никаких кредитов брать не нужно я считаю что на первых порах залезать какие-то долги ни в коем случае не нужно иначе вы будете ничему не рады вы будете работать каждый день по 12 часов и кроме измождение усталости вся радость от творчества и от вашего труда у вас будет потеряна да поэтому девочки пожалуйста никогда не не берите никаких кредитов я начала свое ателье с того что у меня было дома в тот момент если вы шьете у вас дома всегда есть прямострочная машинка если вы шьете любите это дело у вас есть оверлок если вы любите это дело у вас есть утюг и какая-то гладильная доска вот и идите туда свою маленькую точку со всем этим оборудованием как это сделал свое время я правда так как я уже сразу решила что я буду шить одежду не только я буду ее ремонтировать допустим да то я купила себе парогенератор я потратилась мне удалось купить его без долгов но тем не менее я начала с того что я купила хороший нормальный парогенератор тогда это был турецкий silver марки и он в общем-то меня очень очень выручил потому что без хорошей утюжки вы знаете наши вещи хоть ремонтированные хоть отшитые заново они ничего не стоят поэтому первый еще мой разочек мая второй может быть это мой совет самый главный не залезайте в долг и не бори не берите никаких кредитов начните с малого начните простого если у вас будет получаться если появятся клиенты появятся доходы вы потихонечку как это делала я будете расширять свой штат машин будете покупать те каких вам не хватает будете покупать промышленные машины а начинать можно с обыкновенных бытовых машин и потихонечку будете спокойно работать ну и конечно возвращаясь к тому о чем уже начала говорить всем хочется научиться кроить очень быстро шить повторяя вы многие очень нормально умеете да у вас есть навык у вас есть опыт у вас есть любовь это доставляет вам удовольствие а вот кроить умеют далеко не все поэтому конечно я предлагаю вам свой способ кроя у нас есть на сайте видео школа я рассказывала вам о ней это когда мы я практически пересказываю свой учебник кройка и шитье да но есть на сайте также тематические курсы так вот в этих тематических курсах есть первое самое вы первый курс который называется создаем вашу идеальную выкройку потому что так как люди идут самые разные двух одинаковых фигур не бывает и в основе вашего платья будут лежать абсолютно разные выкройки если вы научитесь как орешки щелкать кроить создавать вот эти с вами самые разнообразные индивидуальные выкройки на самую разную фигурку самыми разными особенностями то вы будете тратить на время уверяю вас не более 15 минут девочки которые у меня прошли этот путь и которые занимаются вот своих ателье собственных они так и говорят галина леонидовна какое счастье время на раскрой я больше не считаю во времени работы с клиентом гораздо больше времени уходит на согласование фасона на выбор этого фасона на уточнение каких-то деталей на беседы с этим самым клиентом который любит поговорить иногда и на разные другие темы не касающиеся нашего вот этого непосредственно заданий ну и ничего не поделаешь приходится на это время закладывать процессе создания одежды да но тем не менее пожалуйста обращайте на этого внимание но вы никогда не сможете выполнить его задачу и свой к своему собственному его удовольствию хорошо если в основе вашего изделия не будет лежать точного рассчитанного до мелочей кроя и поверьте кто эту дорогу проходил он очень и очень рад поэтому я предлагаю вам на моем сайте найти создание курс который называется создание вашей идеальной выкройки и кто его еще не приба не приобрел пожалуйста приобретайте потому что он начинает с того что рассказывает вам как правильно измерить самую особенную фигурку он рассказывает о том как не просто ее измерить а как составить анализ фигуры как отметить про себя молча какие особенности есть у этой фигурки что у него у нее выступает что не выступает какая осанка у него и про проверить свои мерки сравнивая их с характеристиками стандартной фигуры это тоже большая кропотливая работа которой надо проникнуться которую надо не просто познакомиться с которой надо научиться пользоваться которую нужно научиться выполнять и не в тот момент когда клиент от вас ушел а именно в тот момент когда клиент стоит рядом с вами и когда вы можете перемерить какую-то мерочку поправить себя найти ошибку если вы в чем-то немножко засомневались потому что это очень очень и очень важно и подробно я об этом рассказываю не так как марафонов когда мы снимаем мало мерочек и строим самую простую выкройку а когда мы работаем уже всерьез когда мы овладеваем всеми секретиками мастерства создания выкройки хорошего изделия мастерства кроя вы должны пользоваться этим в дополнение к этой теме создание вашей идеальной выкройки мы предлагаем вам большой блок азов начала моделирования самые распространенные приемы которые касаются изменения уже базовой конструкции построенные проверены да он раз рассматривается вот в этом блоке там и рельефы там и переводы выточек там и лучевая раздвижка там и параллельный перенос и весь этот огромный объем вы получаете уже бонусом кто и к той теме которая является для вас собственно говоря самой важной почему бонусом да потому что тема моделирования и без меня я считаю хорошо освещается на просторах интернета на ю тубе кто только про это не рассказывает но я считаю что вам удобно не лазить потом по интернету если вы купили этот курс вам важно интересно в одном месте все посмотреть и сделать сразу кто решится на такую покупку я еще вам разочек хочу сказать пожалуйста не спешите делать выкройку на свою собственную фигуру на фигуру клиентки пока не сделайте эту выкройку по моим меркам и вместе со мной сначала вы делаете ровно то что делаю я и только после этого переходите к тому когда изучите досконально все вы переходите к построению и изучите моделирование и тогда только переходите к построению базовой основы никогда не пропускайте контроль и анализ фигуры научитесь снимать мерки так чтобы это тоже у вас было очень легко и очень быстро и вы не тратили на это 30 минут вашего времени мерки снимаются уверяю вас не более пяти минут пять минут снимаете мерочки 15 минут строите базовую конструкцию и те же 10-15 минут вы выполняете моделирование вот и все понимаете сколько у вас идет на подготовку на раскрой тоже минут 15 то есть вы за один час практически можете сделать вот такую большую работу которая отнимает у вас гораздо больше времени когда вы берете чужую выкройку а потом на примерках начинаете закалывать все на фигурке или боже упаси шить какие-то пресловутые макеты я категорически противница всяких макетов я считаю что в макете используется тот материал такая ткань которая ничего не имеет общего по своим свойствам с той тканью из которой вы хотите шить свое изделие например брюки они имеют особую ткань для хороших брюк узеньких вершу вверху нам нужна ткань биэластичную тяжелую и не очень тоненькую она должна вот такой быть именно а вы шьете макет из бязи в лучшем случае которая легкая которая никуда не тянется абсолютно не является биэластичным то есть у каждой ткани понимаете у нее свой характер если вы шьете макет из ткани у которой другой характер у вас получится другое изделие и на нем будет больше проблема но будет сидеть не так больше будет заломов понимаете у нее другая степень растяжимости тяжести в конце концов что-то будет создавать объем что-то будет в другой ткани объем будет уходить и все это имеет значение и все это для нас очень очень важно поэтому не надо шить макеты не надо тратить на это времени не надо кроить по два изделия сначала на макете потом снова на ткани подгонять мучиться вы потеряете на этом гораздо больше времени чем вы потратите время на создание точной хорошей выкройки и мой сайт и вот эта выкройка создаем ваш вот этот курс ваша идеально выкройку вам в помощь но еще об одном курсе сегодня хотела бы вам рассказать это конечно раскрой сразу на ткани если вы примете мой метод кроя если вы поймете как он работает как на теле измерить а потом на ткани или на бумаге отложить каждую точку которая пересекается путем пересечения двух мерок отложенных из разных концов вы узнаете что измерил то отложил по принципу вы поймете как легко все это делать не на бумаге а делать сразу на ткани и поэтому вашему вниманию кто уже до этого созреет я предлагаю курс который так и называется раскрой плечевого изделия сразу на ткани там он представлен в виде какого-то жакета но приталенного но маленького объема со всеми талиевыми выточками с нагрудной выточкой построенной из бокового шва понимаете вот там это все показано там так но вы можете это делать на платье на халате на плаще на жакете на пальто где угодно где угодно потому что меняются прибавки меняется длина этого изделия вся те механика вся техника кроя остается абсолютно одинаковые видите я помогаю вам стать не просто хорошими закройщиками портными я предлагаю вам стать универсалами я не говорю о детской одежде о мужской одежде о женской я говорю просто об изделии я даже не говорю о платье о брюках или о пальто всему этому можно легко научиться они мало чем отличаются друг от друга отличаются пожалуй что только технологии обработки узлов отдельно взятых узлов но это всего лишь одна часть во всем изготовлении одежды во всем нашем в таком вот приеме работы с тканью там 12 шагов вы знаете да поэтому мои дорогие читатели слушатели да если вы хотите открыть свое ателье самое главное что будет у вас в руках это будет ваш высокой степени профессионализм который позволит вам быстро четко качественно сажать свои выкройки на каждого клиента вы не будете считать это время во время работы со своим клиентом во время пошива этого изделия любого да вы будете делать это быстро просто и легко как делала это всю жизнь я как делают это все мои ученики все мои последователи которые занимаются сейчас этой темой профессионально то есть тем о чем мечтаете вы но я мечтаю чтобы мы сперегли лучшие традиции прошлого чтобы вы были моими продолжателями последователями потому что никто не знает что будет у нас завтра но вы останетесь вы будете жить вы будете вы наследуете самые главные принципы безлекального метода кроя добавите чем-то своим улучшите в какой-то степени пойдете дальше меня и дело наше будет жить не только моё а всех моих многочисленных предшественников потому что опыт прошлого в индивидуальном пошиве на нет сводить нельзя и пользоваться какими-то безумными надуманными от незнаний приемами тоже не стоит нужно шить так как шили люди раньше и когда это все происходило быстро при этом не терялось ни грамма качества и успех был очень и очень прогнозируем всего доброго вам мои дорогие всегда ваша галина коломейка задавайте свои вопросы пожалуйста какие темы вы еще хотели бы осветить и разговор об ателье о том что нужно там учитывать к чему нужно быть готовыми мы продолжим на наших следующих вебинарах